добрый день здравствуйте всем токарям электронщикам людям которые связаны с вольтами с амперами радиолюбителям ну и так далее хочу похвастаться своим новым приобретением буквально вот вчера получил сегодня с алиэкспресс а вот такую вот штучку интересная фирма gvda вот такая вот я у них уже брал несколько раз приборчиков вот такое у меня было раньше но это побольше но вот такой вот интересный аппарат значит чем он интересен я просто не мог с вами не поделиться куплен за свои деньги стоит недорого но того стоит смотрите полностью вот автоматизированный амперметр вольтметр сопротивление метр частота метр также он умеет мерить конденсаторы то есть емкости метр да то есть куча куча функций дела и в практически все автоматическом режиме очень интересная штука выглядит буквально как щуп то есть вы понимаете когда вам надо куда-то далеко залезть особенно если в автомобиле вам под панель приборов вам сам приборчик куда-то надо пристроить этих два провода куда-то надо пристроить а вы еще вверх ногами там под панелью приборов лежите там еще и темно то этот вопрос решается просто нажимаете кнопочку и пожалуйста яркий яркий светодиодик чтоб там где-то поковыряться вот в потемках вот там вот где-то можно уже что-то посветить то есть те кто связан с автомобилями прекрасно понимают о чем идет речь вы меряете и тут же светите офигеть именно в точку доступа мы не будем сажать аккумулятор до прибор работает от аккумуляторов можно поставить него мизинчиковые аккумуляторы можно ли также поставить мизинчиковый просто батарейки 2 штук сейчас он работает у меня от аккумулятора при включении загорается автоматический режим вот видите автоматика и можно уже мерить все что угодно давайте покрупнее сделаю можно замерять самая простейшая это прозвонка контакты замыкаем звенит пищит сопротивление показывает вот момент по нулям можно проверить лампочку ну вот автомобильная да мы все с вами тут автомобилисты берем среднюю ножку звоним звонится звонится можно две ножки две спирали последователем прозвонить звонится берем другую лампочку опять же средняя ножка да допустим мы берем есть есть можно последовательно две штуки спиральки и кстати показывает в омах сколько это примерно можно попроще лампочки до поворотные какие-то взять то есть масса работает работает но при желании можно поугарать последовательно лампочки проверить одна через одну то есть как прозвонка приборчик работает замечательно вы держите в руке два щупа просто-напросто куда-то тыкаете и все очень удобно ну допустим какое-то переменное сопротивление но почему переменная у него есть вот такой ползуночек за счет которого изменяется его сопротивление но в данном случае сопротивление на 50 ватт мощностью и на 68 ом кстати можно узнать со скольких сопротивления срабатывает прозвонка то есть прозвонка зуммер в этом приборчике срабатывает при сопротивлении в 50 ом видите 52 не звенит и вот 50 ом 49 и 7 звенит а 51 там с копейками уже не звенит то есть примерно прозвонка срабатывает на 50 омах в общем можно проверять всевозможные вот такие вещи да реостаты резисторы и все остальное это все было из области сопротивления то есть прозвонить провода короткое замыкание в общем что-то с омами связанная да также прибор умеет мерить естественно напряжение он умеет мерить ребят ну вот допустим 20 вольтовый аккумулятор втыкаемся так чтоб не отблескивал вот так да удобная функция можно со щупа снять наконечник и получается длинная вот такая вот иголочка ну вот показывает 18,7 вольта да то есть давайте 12 вольтовый аккумулятор проверим видно 12 и 19 целых вольта но 12 вольт есть работает давайте вот этот вот аккумулятор вытащим и зарядного устройства и посмотрим на что он угодится 1,4 вольта да то есть уже почти зарядился до 1,4 десятых там сотые пошли то есть почти заряжены пусть еще по заряжается то есть как вольтметр работает обалденно но вольтметр для постоянного тока ничего не переключаем лезем просто тупо в розетку один контакт второй контакт напряжометр у нас что показал 216 вольт сейчас у меня в розетке то есть по переменному току работает по постоянному току автоматически показывает работает он еще умеет прозванивать полупроводники в частности диоды для наглядности я взял вот такой диодик это со сварочного аппарата с мощного большого сварочного аппарата в 200 или б 200 то есть диод на 200 ампер током да у нас и вот его попробуем производить вот он один электрод анод катод зажали 4 мегаома в одну сторону и 58 ом кило там он другую сторону замечательно но и так для проверки диодов в нем есть специальный режим прозвонка диодов до полупроводники с автоматического режима уходим специально на проверку диодов вот над буквой of вот тут вот тут а сейчас смотрите бу значки меняться так это у нас вольты ds постоянное напряжение вольты переменное напряжение это мегаом и омы то есть сопротивление просто омы и еще и прозвоночка он загорелась а вот вольты и вот она теперь значок диодиков да вот он у нас вот видно вот он то есть прибор сейчас будет на прозвонку диодов стоять и вольтметр стоит то есть он сразу по будет показывать какое напряжение падения на конкретно данном диоде будет давайте попробуем нажали вот в эту сторону ток проходит видите ноль целых триста тридцать четыре тысячных вольта ну три десятых вольта падения напряжения именно на этом приборе так если сейчас перевернем а тут мы меряем он ничего не показывать то есть по бесконечное сопротивление в эту сторону ток не проходит в эту сторону ток у нас проходит но с падением в три десятых вольта но это как бы огромный мощный диод на 200 ампер давайте что-нибудь поменьше но вот такой диодик древний советский еще кремниевый диод но тоже ампердан 20 тока вот можем его проверить так 4 десятых вольта видите да показывает а в обратную сторону если будем мерять то ничего бесконечное сопротивление он просто ничего не меряет еще раз в эту сторону также ток проходит но с падением напряжения в четыре десятых вольт то есть когда вы будете собирать какой-то мостик выпрямитель или еще что-то куда-то вставлять вы уже знаете насколько он даст падение напряжения но кроме измерения напряжения сопротивления прозвонки полупроводниковых диодов этот прибор умеет мерить еще и конденсаторы ребята ну вот давайте первый попавшийся вот такой на нем написано что это конденсатор на 220 микрофарад проверим в автоматическом режиме конденсатор он мерить не хочет он мерить его внутреннее сопротивление в заряженном состоянии этот конденсатор имеет сопротивление постоянному напряжению только что мы с вами видели 3 мегаома 3,3 мегаома то есть на утечку электролитический конденсатор вот этот очень и очень даже замечательный а чтоб померить именно конденсаторы там опять же надо методом выбора перейти и найти где эти конденсаторы будут а вот и наши конденсаторы видите нанофарады фарады точечка то есть теперь можно мерить непосредственно сами конденсаторы вот он постоял потухший подумал несколько секунд и выдал нам результат что емкость этого конденсатора 214 микрофарад замечать а на самом конденсаторе написано 220 но этому конденсатору уже лет 10 он видимо уже усохся у нас давайте попробуем на другой полярности это же самое сделать опять видите потух индикатор он ждет и опять померял 214 микрофарад то есть независимо от полярности или как это назвать он выдает результат 214 то есть конденсатор у нас еще относительно хороший давайте возьмем поменьше емкости и не электролитической а металлобумажный конденсатор еще это уже 4 микрофарады пишет ну и 15 сотых смотрим 4 микрофарады плюс-минус 10 процентов то есть конденсатор еще вполне вполне себе хороший можно пользоваться можем взять вот такой вот пленочный конденсатор 1 микрофарада то есть уже чем-то его мерили сейчас проверим и мы с вами емкость маленького на долю секунды буквально погас и показываю что емкость конденсатора 1 микрофарада ну там сотки не считаются это наводки от моих пальцев давайте возьмем конденсатор побольше это для запуска однофазных двигателей да то есть всевозможные насосы компрессора наждаки то есть на 220 которые рассчитаны у них всех стоят вот такие вот конденсаторы да моторы с конденсатором запуска пробуем проверяем что он нам покажет а у нас как стояло по нулям так оно и стоит давайте поменяем полярность включаемся к сожалению как стояло по нулям так и стоит видимо в нем обрыв ну поэтому он и вытащен вместе со всеми проводами и выкинут этот конденсатор не гоже ну и давайте сделаем апогей конденсаторной проверки возьмем вот такого монстра конденсатор 100 микрофарад 3000 вольт и проверим сможет ли этот прибор его замерить или нет подключаемся подключаемся показывает 96 микрофарад емкость этого старичка давайте повернем изменим полярность 96 микрофарад ну несмотря на то что конденсатор старый древний 96 микрофарад но у него по его тех условиям плюс-минус 10 процентов это допускается то есть от 90 до 110 микрофарад рабочий конденсатор и так и так кстати в этом приборчике есть еще одна полезная функция я просто вам сейчас покажу просто автоматический режим все не все с ним связаны вы померили какой-то какой-то параметр видите там какие-то циферки пока посмотрели сбросила по нулям неудобно но здесь есть еще одна функция в этом приборе мы замерили какой-то параметр ну 220 вольт допустим да в розетке и есть еще одна кнопочка занести показания в память вот она загорелся буква там еще буковка м то есть в памяти и теперь мы его вытащили с розетки вытащили а показания остались то есть очень удобно да вы куда-то там в попе мира что-то померили запомнили вытащили и посмотрели зачастую вы все прекрасно знаете что где-то померить еще можно но увидеть показания на приборе тяжеловато принес рассматривать хоть до обеда хоть отнес начальнику и сказал видите я померял очень удобная функция вот принципе мы с вами все наверное померили что он может мерить нет еще не все еще есть один маленький момент опять же возвращаемся к нашей розетки и можно померить частота которая у нас там так вот его наклацал если видно да это у нас в герцах он теперь показывает и опять же таким небрежным жестом влазим в розетку ну вот он и показывает частота у нашей розетки 50 герц принципе он даже один залазить туда в розетку и показывает что 50 герц второй провод ему не нужен что туда что туда то есть прибор очень интересно еще у него очень много функций я сейчас сюда воткну страничку с его описанием что он еще умеет мерить ищем проверять в общем что я могу сказать прибор очень полезный хороший тем более есть функция фонарика да еще разок нажимаем кнопочку загорается фонарик здорово и красиво то есть где-то там в жопе мира можно что-то даже и померить вот такая вот штука цена в принципе не большая по нынешним временам ссылочку на сайте оставлю брал на алиэкспрессе это куплено за свои деньги это не реклама просто мне интересно было с вами поделиться вот такой новинкой но на этом все приобретайте себе необходимый инструмент расширяйте возможность мастерских мирного неба над головой будьте здоровы всем пока и 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